Вы знаете её имя? Вы слышали её голос? Теперь она снова с вами! Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Всем доброго вечера и добро пожаловать в программу «Стриж тайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе, сделаем это хорошо. Пошенцы в отпуске и эту укороченную трудовую неделю со мной будет. Сейчас будет такая тавтология имени... Укороченную неделю будет коротать. Мирослав Южный, привет! Ксения, привет! Привет! Рада представить гостя сегодняшней программы. Человек-легенда, человек-эпоха, не побоюсь этого слова. Это действительно так. И большой подарок. Я не знаю, как для вас, друзья, а лично для меня, то я надеюсь, что не только для меня. Игорь Кахановский, поэт Игорь Кахановский. Здравствуйте! Добрый вечер! Мы решили вот на... Не Игорь Васильевич, а Игорь, потому что, несмотря на огромную разницу в возрасте... Ну ладно, ну ладно! Ну, в отцы годитесь. Ну а что, ну как, ровесник Владимира Семёновича Высоцкого, я так понимаю, раз вы одноклассники, да? И мы вот так с Мирославом смотрели на вас и думали, что если вот Владимир Семёнович сейчас был жив, наверное, так бы выглядел. Или чуть хуже, может быть, я не знаю. Это вам комплимент. Спасибо, спасибо. Вот мы решили, что на вы, но Игорь, поскольку у людей творческих отчества не бывает. И вообще как-то бодрит. Бодрит. Да, точно. Да. Я читала вашу биографию, готовясь к программе. Как семь жизней прожила. Потому что, скажу честно, мне так показалось. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я как-то не попадала, и всё. Вам как-то было все время, вот, ну вот последнее время, я не знаю, последние 10-20 лет, мало внимания уделено и как автору. Имеется в виду, что, ну, у вас очень мало кто упоминает из исполнителей в качестве автора. В отличие от других поэтов, не знаю, может быть, более таких амбициозных. Вот. Вас редко упоминают, если дело касается своей клеи, например. А то и вообще нет. Ну, я не очень люблю там мелькать. Вот. Я так и подумала. Вот мне было... Вы вообще как-то вот в тени, хотя, в общем-то, вы человек, который научили каким-то аккордом. На гитаре первым. Да, был грех, был грех. Да, Высоцкого. Нет, вы знаете, у меня просто... У меня раньше было, как я говорил в шутку, 4 придворных ансамбля вокально-инструментальных. Это «Поющие сердца», «Добрые молодцы», «Красные маки» и «Здравствуй, песня». Найдите 8 отличинств. Да, да. Программы которых стояли в основном из песен на мои тексты. Ну, и там, по мелочи, там, «Земляне», «Синяя птица». Ну, и «Антонов». Антонов. Ну, нет, с «Антонов» у нас очень много песен. Много. И причем хитяры такие. Да. Вот. А потом когда-то, как поэт Высоцкий, даже от песен стал уставать, знаете. Просто когда вот случился 91-й год, и все это дело рухнуло. Я раньше писал стихи, но меньше, потому что я знал, что... Вот если я Вам книгу подарил, Вы почитаете, Вы поймете, что... Я в следующем блоке все покажу, про книгу будем говорить. Вы поймете, что в то время эти стихи я бы не мог напечатать. Вот. А потом пришло время, когда можно было писать стихи, и вот я, значит, занялся стихами. Хотя иногда возвращаюсь, и тут вот этот случай с Андреем Куряевым, это вообще, опять-таки... Мы сегодня будем слушать, мы одну же песню послушали, и еще две мы послушаем в исполнении Куряева. Это вообще случайно. Хотя, как говорил Анатолий Франц, случай – псевдоним Бога. Вот. Значит, два года тому назад вышла книга в издательстве АСТ у редакции Елены Шубиной «Все не так ребята» она называлась. Это «Воспоминания друзей и близких» о Володе Высосове. Я эту книгу был... Я составитель был этой книги, и там был мой большой очерк, открывавший эту книгу. И вот некто Анатолий Валери прочитал этот очерк и решил сделать моноспектакль. Значит, на двух человек. Один, значит, играет... Один – это Высоцкий, другой – это я. Значит, вот их диалоги и отношения и все такое прочее. И вот меня играл Андрей Куряев. Вот. И когда мы с ним познакомились, очень как-то он мне показался симпатичным парнем. Потом у него в скорости был день рождения, он пригласил меня, и я там был в каком-то ресторане, это было в центре Москвы, забыл. И он там, значит, пел свои... пел песни, я спросил. И вот на этой ноте мы прервемся... Что Вы спросили, самое интересное, оставим после паузы. Да-да-да, чтобы продолжить уже ваше знакомство, да. Вот, и... Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Только на радио Шатцов. Пауза не была долгой, и мы продолжаем. Игорь Кахановский в гостях, поэт. Если Вы только что к нам присоединились, продолжаем, как Вы познакомились с... Да, и вот, значит, он был весь вечер на сцене, пел песни, я как-то в перерывах, я говорю, а чьи это песни? Он говорит, мои. Я говорю, что и музыка твоя? Он говорит, музыка моя, и тексты мои. И очень симпатичные были песни, очень. Я говорю, слушай, а давай я тебе скину пару-троечку текстов, ты посмотришь. Он говорит, с удовольствием. И Вы стали сотрудничать. И мы стали сотрудничать. Я тоже его знаю очень давно, ну, не очень, очень давно быть не может, просто я молодая, красивая. Но некоторое количество лет назад он был у меня на одном маленьком, но гордом канале. Вот, давно с ним не виделись, было приятно узнать, что Вы сотрудничаете. Вернемся к Высоцкому. Ой, вот... Вы в одном классе учились. Да, в одном классе. Я недавно, кстати, написал поэму, правда, она получилась большая, 500 с лишним строк, а Высоцкому. Не знаю, куда его пристроить. Прям как тяжело пристраивать стихи себя, но неважно. А что о Володе говорить? Вот он каким-то незримым образом присутствует. Вот видите, вот то, что у вас здесь на радио шансу. Нет, это удивительно, потому что... Нет, я удивляюсь Вам по той причине, что... Ну, я, например, довольно неплохо знаю Вадима Туманова, может быть, Вы его знаете тоже, да? Да, и знаю, отношусь к нему очень плохо. Ваше право. Я его знаю как человек, который у него брал интервью, и несколько раз я была в его... Там, у него в гостях, так скажем, завел. То есть в одной компании там были Танич, там был он, там еще несколько парней. Вот. Я была, так сказать, почетным гостем. По-моему, даже пригласил меня не столько он, сколько Танич, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Ну, они вроде как дружили, общались, я не знаю. Нет, и вы можете сказать в трех словах, почему вы... Потому что вот после смерти Высоцкого, и чем дальше вот от его дня смерти, тем больше обрастают вот всякие вот друзья, какие-то женщины. Ну, вот, знаете, вот эта книга, вот, которая все не так, ребята, она вроде бы как сделала такой круг замкнулых, которые действительно были ему близки, с которыми у него были какие-то дружеские или творческие отношения. И туда очень... А вас звали туда изначально? Или вас изначально не звали? Или вас звали, но вы сказали, ну, я имею в виду, вот, ну, я не знаю, наверное. Нет, на колею меня Никита каждый раз зовет. Вот. Но я не... Я один раз был, когда это дело все ввел Познер. И мне так не понравилось, как он ввел, я вообще его не считаю хорошим интервьюером, вы меня, ради бога, измените. Абсолютно. Вот. И он меня так неэтично прервал, когда я говорил, что я решил, все, больше я на эти посиделки не хожу. Ну, и вот, правда, был, в декабре это было, в декабре, значит, вообще, как это все началось? Звонит мне один человек и говорит, Игорь Васильевич, я вот Алексей Козин. У нас, значит, вот мы здесь собрались, и вот раздевалась идея. Да, вы слышали, что сейчас аэропортом прислаивают имена, фамилии каких-то известных людей. Вот, у нас появилась идея аэропорту Магадана прислаивать... Кто-то сомневался, что именно Магадан. Кстати, мой друг, уехал в Магадан, это вам посвящена песня. Присвоить имя Высоцкого. Я говорю, ну, прекрасно, а я при чем тут? Ну, он же к вам приезжал, я говорю, да, но а что вы от Мед хотите? Вот мы сейчас, я, Никита, и там еще летим в Магадан, а это было где-то в ноябре месяце прошлого года. Я говорю, не-не-не, я знаю, что такое. Лучше бы и к нам. Ну, короче говоря, они прилетели, потом он звонит мне, вы знаете, там все хорошо, там, значит, администрация не против. Ну, и звонил мне, говорит, ой, мне хочется с вами познакомиться. Я говорю, ну, приезжайте ко мне. Он как ко мне приехал, мы посидели, выпили, поговорили. Вот. Он говорит, а что вы вообще сейчас? Да, я ему, он говорил, я ему подарил книжку, он говорит, ой, а вот, знаете, я хотел бы, чтобы еще мне... А я говорю, у меня больше нет книжки, у меня одна последняя. А где ее можно купить? Я говорю, вот, я знаю, что еще есть в этом, в Библиоглобусе. Угу. Вот. И он поехал, купил эти пять книг последние, приехал ко мне, начинал, подписал. Он говорит, вот одну, подпишите Артуру Вафину. А кто такой? Ну, ты что, не знаешь? Кто же не знает Артура Вафина? Ну, вообще. Я говорю, слушай, а я говорю, у меня есть песни, нет, несколько песен шансоновских. Он говорит, ну, вот я тебя с ним познакомлю. И, конечно, говорил, он мне как-то звонит, говорит, приезжай ко мне, у него там свой офис, он занимается, он издает диски. Одна из немногих компаний, которые сейчас издает диски. И я приехал, мы там познакомились с Артуром Вафином. И я как раз взял с собой вот эти вот пять вещей, переслал ему, и вот я он. И вот вы в Стриштайме. А я хочу, Жень, покажи, вот книжка, вот так вот она выглядит. Называется она «Несовпадение», толстенная книжка, вот с автографом. Мне повезло, я ни в какой глобус не поеду. У меня есть и об этой книжке, мы сейчас прервемся, и уже подробнее поговорим об этой книге. Потому что изначально она была в семь раз меньше. Да. Стриштайм снова на Радио Шансон. Поэт Игорь Кахановский, гость программы. Стриштайм, если вы только что к нам присоединились, я специально говорю, именно поэт. Хотя, в общем-то, много очень песен на ваши стихи, да? Но поэт-песенник, как сказал Шаганов, звучит как мать-одиночка. Поэтому, поэтому, поэтому. Так, мы остановились вот на книжке. Я ее показывала вот еще раз, если нас кто-то смотрит. Она 19-го года, но это расскажите, Игорь. Вы знаете, история вот такая довольно-таки банальная. Короче говоря, лет шесть тому назад я познакомился с Димой Быковым. И мы как-то подружились. Я говорю, Дима, я хочу тебе показать две поэмы. И показал ему две поэмы. Он говорит, слушай, смотри, как это нужно издавать. Я говорю, а где? Он говорит, у меня приятель, Житинский Александр Николаевич, у него издательство в Питере. Геликон плюс. Ну, давай, я говорю, значит, мы договорились, значит, я ему буду звонить. А я как-то год не звонил. Потом как-то собрался, думаю, надо позвонить. Я звонил, говорю, Александр Николаевич. Он говорит, а что вы так долго не звоните? Да я говорю, я вот собирал там все-все. Ну, хорошо, присылайте мне. Я ему присылаю. Опять-таки, где-то сзади стоит Володя Высоцкий. Я, значит, присылаю ему рукопись. Он говорит, позвоните мне через пару недель. Я ему звоню. Я говорю, ну как, все хорошо, знаете, будем издавать. Только у меня есть к вам один вопрос. Я говорю, какой? Вы смотрели фильм «Спасибо, что живой»? Я говорю, смотрел. Ну и как? Я говорю, по-моему, ужасно. Он говорит, слава богу. Если бы он вам понравился, мы вас не стали издавать. Ну да. И изначально же у вас, вы же говорили, что добавлялось... Она была тоненькая. Ну как, ну, 200 страниц в ней было. А сейчас в ней 650. Я до нее все время самое добавлял, добавлял. И последний раз я просто там кое-что исправил. И добавил там буквально несколько строк или остров. И все. И вот она в этом году еще раз, уже последний раз. Я хочу, уже сейчас собрал новую книгу. Ну не знаю, как, что, чего. Тем более там вот эта новая поэма о Высоцком будет главной. А вот, кстати, мало кто знает, как так, ну, принято считать, что Высоцкий автор-исполнитель, самый пишет, самый поет. И ведь у него и на вашей стихи песни. Нет, у него нету на моих стихов песни. Песни «Баби лет» — это моя музыка и мои стихи. А, ну, имеется в виду, что он же исполнял это? Вот, он исполнял две песни. Один раз он сказал... Так многие-то считают, что это и его песни. Нет, это он один раз сказал на каком-то концерте. Потом жутко из меня передо мной извинялся. И потом мы поехали с ним в ААП, и он написал в репартичке, что эта песня не его. Угу. Ну так, немножко. Да, да. Он сказал... Мы с Рога называли Васючек. Он говорит, Васючек, знаешь, со сцены иногда такое ляпнешь, потом думаешь, что я вообще говорю. Действительно. Действительно. Хороший атмаз. Но вы с ним... Все-таки, я не знаю, насколько... Мне кажется, что где-то уже под конец жизни вы, наверное, не так часто с ним виделись. Мы не так часто там виделись. Потому что разошлись у него там вот... Да, у него была своя компания, кажется, у меня своя. Но мы очень часто, конечно, пересекались. И последний раз мы так вот с ним... За три года до смерти с ним так вот встретились. Шесть часов сидели в сауне, парились. Шесть часов. Шесть часов. Потому что давно не виделись, наговорились. Ну и какое-то время вот после этого виделись довольно-таки часто. Но у него был такой график. Ну и про то я говорю, что у него, в общем-то, он в основном дружил с теми, с кем... С кем он ездил, с кем он ездил, там вот этот самый Валера Янковича, там кто-то еще. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, у нас сейчас время подошло к песне. Дело в том, что я хочу вот как тут распределить. Вы хотели прочитать стихотворение? А давайте вот сейчас песня будет, а потом я... Да, вот я тоже думаю, что сейчас сначала мы песню послушаем, потому что стихотворение, оно ведь... Вот это вот, которое Высоцкому... Да, да. Оно же длинное. Ну, оно не длинное, но такое на полторы минуты, наверное, точно. Ну, вот отлично. Тогда давайте сейчас послушаем еще раз... Андрея Куряева. Куряева, да. Песня называется... Моя прекрасная леди. Моя... Майфер леди. Майфер леди. Премьера в Стрештайне. Ну, а, собственно, здесь все три песни на стихи Игоря, они все три премьерные на радио Шансон. Слушаем. В эфире Стрештайне. Игорь Кахановский, поэт, гость программы Стрештайма и... Я думаю, Мирослав, давай сейчас урежем марш стихотворения. Да, я хотел бы, так как это, в общем-то, как-то связано все у нас с Володей, я хотел почитать стихи, ему посвященные. Значит, эпиграф из его песни. Казалось мне, кругом сплошная ночь, тем более, что так оно и было. Владимир Усоцкий. Бывает, вспомню Магадан, где я родился, ну и где я вторично к 30 годам свое отпраздновал рождение, когда решил начать с нуля, как журналист и стихотворец имени Колымская земля сказала «С Богом!» и находятся. Здесь были первые шаги, трудные, но нет гипоксии, в стихии северной тайги, на самом краешке России, где ветер вечно группы шал, гулял в любое время года, где не хватало кислорода, а я свободнее дышал. Здесь посетил меня мой друг, чье творчество – сама эпоха. Ему в то время было плохо, крепчал подкоп партийных сук. Душой творца из Комароха он принимал иной недуг, токсовно фарш, токсовно фарш своей судьбы избравший, издавший… ой, надо же, забыл стихию. Но вы волнуетесь. Да, волнуетесь. А это, может быть, он за спиной стоит? Да, наверное. Хорош, хорош, говорит Игорь, хорош, говорит, меня тут это… И так уже много обо мне говорил. Он будет вечно на виду, как датский принц на Ванстыне, незащищенный на свету, и слава яркая арена закружит в замкнутом кругу той вседозволенности ложной, где как в Колымскую пургу, и некогда, и невозможно взглянуть хоть раз со стороны на самого себя спокойно. Он словно в детстве, пацаны, был неспособен на такое. Он принимал… ой, я забыл. Ну, ничего страшного. Но на самом деле это стихотворение есть в этой книжке? Да. Вот. И кто заинтересовался, стихотворение потрясающе, на самом деле. Мне так нравится ваш слог. Вот. И, в принципе, это будет… Приобретайте книгу, ищите, читайте. Да, 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 хорошая. Вы знаете, это, наверное, все-таки от волнения, потому что эти стихи я всегда читаю безо всякого этого слова. Ну, нет, 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 еще в наушниках, да микрофон, да вот это всего. И еще слышите свой голос в наушниках, наверное, это сбивает. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Но, Кэль, мы заговорили о Магадане, о Колыме. Вы же… вы были на присках. Да. Как это было? Называлось? Старатель? Да, старатель старатель. Вас что туда понесло? Понесло. Понесло. А вот давайте об этом очень скоро, да, поговорим, буквально через несколько минут. Ну, хорошо. Нам нужно прерваться. Стриштайм. Поэт Игорь Кахановский, гость программы «Стриштайм» сегодня. И остановились, на чем остановились, на том продолжаем. Как вас угораздило поехать на Прискин на завтра? Вы поэт, красавец, зачем? Да, я просто уже закончил свою работу там как журналист в газете. И думаю, нужно же какими-то деньгами приехать домой. Вот. Ну и потом на мой авантюрный характер. Я же случайно познакомился там с председателем старательской артели. Я говорю, возьми меня. Он говорит, а что ты умеешь делать? Я говорю, ну вообще-то я в прошлом инженер-механик. Он говорит, о, давай. И сколько вы там были по времени? Я был... Вот этим занимались именно. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Я приехал... Полгода. К 30 сентября к маминому... Мама... Надежда Петровна была, к маминым именинам я приехал. За полгода. Но это тяжелая же работа. Да, я там, если 4 часа поспал в сутки, то считаю, что повезло. Но я заработал очень хорошие деньги. Я мог купить к однокомному-то кооперативную квартиру запросто. Купили? Но не купил. Почему? А невозможно было. Вы что? А, ну это же надо было... Это же заработок, ну понятно, да. Нет, заработок все официальный. Но просто не было возможности вступить в кооператив. А, это же надо было быть членом союза там какого-нибудь или что-то такое. Нет, я был членом союза журналистов. Ну не в этом дело. А просто в то время попасть в кооператив строительный было жутко сложно. По каким-то связям и все такое прочее. Как Володя попал вот в этот кооператив на... На Грузинской. На Малой Грузинской. Да, он через какие-то связи, он через Сашу Метту, он снимался в Метве вот в этом фильме. Царь Петр Араба женял, да. Но до этого они были очень дружные. В общем, каким-то образом через своих друзей и знакомых он попал в этот кооператив. А так? Да вообще ничего не изменилось. Нет, ну сейчас можешь купить любой квартир, были бы деньги. Ну да, были бы деньги, но все равно. А тогда были деньги, ты ничего не мог купить. А куда выдели деньги, если не секрет? Дело давно минувшее. А они как-то растворились. А я в это время пристегнул себя к песням. И очень скоро стал очень состоятельным человеком. Ну да, это понятно. Нет, просто вот мне действительно интересно, куда девались деньги в советское время. Вот такие вот большие, когда люди действительно зарабатывали, потому что реально купить было нечего. Я помню, у меня папа накопил, накопил на «Жигуль». 5 тысяч он стоил с копейками, с какими-то 5200, что ли, или что-то такое. Он на... Ой, вру, он накопил на «Запорожец». Но он 2 метра ростом в «Запорожец» не влезал. И мы поехали к Высоцкому, и он нам дал еще 2 тысячи. У него было. Вот, он нам дал 2 тысячи. То сказал, нет, надо «Жигуль» покой. Потому что на театр пришло 2 машины, на театр Вахтангова. Одна, по-моему, у Ульянова, или там, я не помню, боюсь соврать. И вот одно, он говорит, если сегодня деньги принесешь, значит, будет твоя машина. И он занимал как раз у Усоцкого. Они дружили. Вот, учились, но папа чуть старше и к Щукинскому, а тут в Амхате. Но вместе они слушали, как он там в общагу лазил на гитаре, на гитаре играл. С кем вам больше всего, вот, до сегодняшнего дня, насколько я понимаю, вы сегодня с молодым, красивым, замечательным работаете, да? Да, песни его исполнения, мы, Кураев, да? Андрей Куряев. Куряев, Куряев, Куряев. Вот, мы слушаем, значит, вы, так сказать, в струе, все нормально, в работе, востребованной. А вот из всех перечисленных великолепных ВИА, там еще кто-то там, я не знаю, вот с кем вам, вот, наиболее было, что ли, вот, приятно работать? Может быть, этого человека уже нет в живых? Нет, нет, почему, вот, вот, был руководитель, он жив, он только занимается сейчас другой музыкой. Анатолий Киселев, руководитель группы ВИА «Добрый молодцы», у нас были с ним очень хорошие песни. Аркадий Хаславский, руководитель группы ВИА «Здравствуй, песни», он, правда, сейчас живет в Израиле. Ну? Он, у нас с ним, нет, ну, потом у меня были очень хорошие отношения, и дружеские, и творческие, с Адиком Тухмановым, с Юрой Антоновым, со Славой Добрыниным. А с Ацепиным? С Ацепиным, с Ацепиным. А сейчас не работаете уже с ними, и не с Антоновым, ничего? А Юра принципиально не хочет ничего писать. У нас с ним есть несколько песен, которые практически не записаны еще. Он все как-то откладывает. В принципе, с другой стороны. Там записано столько уже. Зачем ему новую жизнь? Вот, у него уже столько записано, что он уже не хочет. Ну, да. А к молодежи, как вот, совсем к молодежи, вот как относитесь? Вам хотелось бы что-то такое вот с каким-то ныне модным, может быть, не совсем понятно для вас? Хотя вот я с вами разговаривала, что до эфира, что вы очень вообще в курсе всего происходящее. В тренде. Вы очень в курсе всего происходящего. Знаете, мне очень не нравится сегодняшний тренд, в который влез этот рэп и практически убил мелодию. Я все-таки мелодист, понимаете? Даже, ну, я не знаю, вот рок-музыка, да, даже рок-опера, ее геннонная войска. Какая там мелодическая основа. Ну, да. А сейчас рэп все это убил. Я, мне это очень не нравится. А с дамами вы вообще не работали? Я так что-то посмотрела, не одну. Нет, с дамами нет. Ну, во-первых, я работал очень много с Анной Герман. Вот, точно, точно. Я же вот о ком хотел спросить, потому что для меня это какая-то планета непонятная. Она, и сколько я о ней всего и читала, и видела документальных каких-то фильмов, и все, и все равно она для меня абсолютнейшая загадка. Это действительно так было, или это такое придумали, это облако? Нет, 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 она действительно очень интересный человек был. А потом, почему, в этих группах были девочки очень хорошие. Например, у Толи Киселева была такая Люда Барыкина. Она, правда, понимаете, они как-то все очень без царя в голове. Вот, всем нужно было иметь голову, как у Аллы Пугачевой. Тогда бы многие были бы в полном порядке. Они как-то себя как-то растратили, как-то не так. А это Люда Барыкина, когда Юра Саульский ехал в Японию, его послали на какой-то джазовый фестиваль. Он ее взял, эту Люду Барыкина, она обалденная. У нас вот есть песня, которую она на моем диске исполняет. «Я проживу и без тебя». Ну, просто такой тембр, сейчас таких нет. Ну, так кто, если бы не вы узнали? Я бы вот и не знала бы, и не знаю. Ну, может быть, кто-то, кто в то время вот работал вместе, вот, и что-то, а вот так вот, ну вот. Ну, понимаете, как, когда ты работаешь в ансамбле «Вилл», ты вроде бы как и не солист, хотя ты поешь, понимаете, хотя там есть, так сказать, ведущий солист, как, допустим, в «Любе», да, вот. А здесь вот эти, или вот у Аркадия Хостлавского была девочка, Галя ее звали, не помню, как фамилия. Обалденная. Я для нее перевел песню «I will survive» этой самой, Глории Гейнер. Как она ее спела на русском языке, потрясающе совершенно. Вот, нет, нет, я с женскими женщинами. Нет, потом у нас... А как у вас свела судьба с Анной Герман? А как-то она приехала и привезла, так получилось, что я был членом худсовета мелодии, и она приехала туда, значит, с песнями польских композиторов. Ну... А я тут как-то оказался. И вдруг мне Анна Николаевна Качальна говорит, ой, Игорь, вы не могли бы нам сделать вот для Ани русский текст? Я говорю, нет, я могу только... Да, перевести, я говорю, нет, я не буду переводить. Я сделаю русский текст, если вы хотите на таких условиях, тогда давайте. Она говорит, давайте сделаем все русский текст. А какие ваши песни? Все, что было... Ой, потом здесь мне недавно звонили из мелодии. Я не помню сейчас. В общем, я ей написал музыку Шопена, по-моему, или Ноктюр Шопен. В общем, много-много песен я ей это самое написал. И, во-первых, она пела мою песню, изменив буквально одну строчку «Возвращение романса». Вот это «Я вас люблю» и думаю о вас, и повторяю в мысль в ваше имя. А почему изменила одну строчку? А потому что от мужского лица. А, все, поняла. Ну да, ну да, ну да. Ну что я вам могу сказать? Да. Что бы вам хотелось-то еще? Мне бы хотелось еще хотя бы одну свою песню. Нет, еще песня, которая будет сегодня в эфире, конечно, будет. А еще бы хотелось, чтобы я был у вас частым гостем. Было бы неплохо. Это не проблема. Это не проблема. Живите долго, здоровья вам. Спасибо. А еще как приятно-то. Мы соседи. О, ничего себе. Как вы, ну так вот, по автомобильным меркам, да, пешочком не дойти. Пешочком не дойти, но, в принципе, по автомобильным там минут, наверное, пять, наверное, может быть шесть. Нам, к сожалению, прощаться нужно. Да, нам нужно прощаться. Было невероятно вас видеть с вами. Спасибо. И, конечно же, один час, это очень мало для такого вот всего. Хочется, и поэтому так голопом по Европам, но, тем не менее, не совпадение. Книжка Игоря Кахановского продажи. Покупайте, читайте, восхищайтесь. Найдите то стихотворение, которое я сегодня позабылся. Оно посвящается Высоцкому. Вот. И напоследок, что? Песня «Мадам» Андрея Куреева. Прошу прощения, мадам, она называется. Прошу прощения. Минуточку. Пока. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм».